21 маршрут и полторы сотни машин. Таково положение дел на начало 2016 года в ПТП города Видное. Вот уже две недели все городские маршруты обслуживаются этим же транспортным предприятием. Год назад перевозчик менялся. Рейсы под номерами 2, 3, 6, 7, 8 обслуживала коммерческая организация. Изменения с 1 января коснулись и пригородных автобусов. Плюс ко всему с 1 января 471 маршрут, 489 маршрут, 379 маршрут, это межсубъектные маршруты, они полностью работают в режиме регулируемых тарифов. То есть этим маршрутом мы перевозим льготников транспортными средствами этих маршрутов в полном объеме. То есть все автобусы, они все работают с учетом льготных категорий граждан. В последние месяцы и этого пассажира и не могли не заметить, а рейсовые автобусы стали курсировать без кондуктора. Большое сокращение длится уже почти год с февраля и обусловлено стремлением к безналичному расчету за проезд. Если мы переходим на безналичную оплату проезда, соответственно, кондуктору на сегодняшний день не требуется. То есть человек заходит, передает карту, процедура сама по себе упрощается, ему выдается билет в ответ через терминал. А в дальнейшем, в принципе, планируется введение, согласно правительственной программе, терминального оборудования, как оно на сегодняшний день существует в Москве. Все эти меры, конечно, сводят на нет зайцев и безбилетников. Каждая стрелка, которая сегодня пассажирам предложена расплачиваться за поездку, уже знакома. Те, кто пользуются общественным транспортом, постоянно оценили все ее достоинства. Это и экономически выгодно, и просто удобно. Еще о важном. 489-й маршрут, который ходил от Кантемировской до 6-го микрорайона, отменен. Новое видное сегодня отлично разгрузил перевозчик Альфа-Гранта. Это три маршрута до Анина, Красногвардейской и Кантемировской. Новые маршруты тоже будут. У нас огромное строительство, как ЖКХ Молково. Хотим заезжать туда. На сегодняшний день мы делаем остановки на Новомолоково. Планируем заезд, потому что, по нашей информации, порядка 5000 населения идет прирост. Сегодня автопарк ждет обновления. Со дня на день должны прийти новые машины. Пока неизвестно сколько, но очень надеются в ПТП, что будет 10 единиц. Не хватает только водителей. Предоставление отпуска гарантировано. И, соответственно, больничные, все это оплачивается. Вот это основная наша гарантия. Итак, главное преимущество – государственное предприятие и 40-дневный ежегодный отпуск. Без малого 200 человек сегодня выходят в рейс. И есть возможность и необходимость предоставить еще 80 рабочих мест для водителей категории Д. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.